Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, меня зовут Мишуков Алексей, представляю компанию Motochrome. Мы занимаемся разработкой и изготовлением бесколлекторных электродвигателей под требования заказчика. Мы делаем как двигатели, работающие на поверхности для привода электротранспорта, инженерного оборудования, производственных механизмов, так и двигатели, работающие в специальных условиях. Это под водой, в масле и других средах. Мы узнали о компании Solomash достаточно давно из широкого круга источников и получили большое уважение, наблюдая за их ростом, организацией и развитием предприятия и лаборатории. Так, например, благодаря очень шикарной и оснащенной лаборатории испытаний электродвигателей, мы оказались здесь для того, чтобы протестировать при различных нагрузках, различных режимах тот двигатель, который мы делаем для заказчика. В данном случае мы испытываем традиционный бесколлекторный двигатель на постоянных магнитах. Он имеет две пары полюсов, диаметр порядка 150 миллиметров и мощность до 5 киловатт. Именно с такими требованиями нам этот электродвигатель заказал заказчик. Он будет приводить в действие гидравлический насос и работать в определенных условиях. Сегодня, благодаря лаборатории, мы сняли коэффициент полезного действия при различных оборотах, различных нагрузках. И сможем сделать непосредственные выводы о правильности расчетов электродвигателя и скорректировать его обводку. Касательно первого визита в данную лабораторию, я скажу честно, мне было страшно идти на контакт, страшно сюда приезжать. Однако, когда мы приехали, я увидел, что сотрудники компании Solomash расположены очень позитивно, очень дружелюбно, помогли, снабдили всем необходимым. Даже кое-что нам пришлось перепаять, собственно, сейчас мы сидим и это делаем. Всем рекомендую, то есть, выйти, договориться о встрече было достаточно просто. Мы связались с начальником лаборатории по WhatsApp, договорились. Первый раз приехали сюда, в Зеленоград, просто примерили, посмотрели, буквально там оставили машину проходной. Через две минуты уже оказались в лаборатории. С своими штангелями замерили расстояние между сего и от стенда. Поняли, что сюда какие-то шайбы нужно подложить. Собственно, большую часть регулировочных пластин мы нам предоставили здесь. И как-то так на следующий день приехали, особенно сегодня, да, и вот уже в местном режиме гоняем мотор. Собственно, вот как-то так. Что касается оснащения лаборатории, мы привезли с собой некоторые мультиметры и тестеры, да, для того, чтобы замерить фазный ток обороты. Но нам ничего этого не потребовалось, потому что в лаборатории есть свои точные измерительные приборы, которые уже выводятся на панель измерения, да, что можно прямо в одном бланке получить полный цикл, полный список параметров, это и потребляемое напряжение, ток, и КПД, и создаваемая нагрузочным стендом нагрузка, обороты. То есть мне не нужно там все это, как мы обычно себя делаем, записываем там сначала бумажки, потом все это в Excel пересчитываем. Здесь уже все автоматически делается. Конечно, для каких-то таких пристрелочных тестов наших мультиметров было бы достаточно. Но для более серьезных испытаний без этой лаборатории было бы сложно обойтись, тем более, что здесь, как нам сказали, все аттестовано, да, то, что если в ТЗ есть требования по аттестации и метрологии, да, то здесь можем получить сертификат и, наверное, получим, как бы, при следующих заказах. Я надеюсь, что сегодняшнее испытание поставит, положит, откроет дорогу к дальнейшему продоторному сотрудничеству, которое будет заключаться, наверное, во взаимном помощи по проектированию, разработке двигателей, ну и по испытаниям. Всего хорошего, удачи, интересных вам будней. Субтитры создавал DimaTorzok